Добрый день, дорогие друзья! Как-то свет на меня странно падает. Сейчас я буду анализировать ещё несколько стихотворений, которые выслать ребята, потому что я обещала это сделать, и всё у меня не было никак возможности. Сейчас буду делать. То есть мы слушаем с вами стихотворения, и потом я буду говорить, что не так. Опять же, прошу вас не воспринимать это как критику, это стремление к тому, чтобы всё было здорово, идеально. И пример это действительно идеальная какая-то версия прочтения, то есть я буду придираться практически ко всему. Ко всему буду придираться, так что сразу готовьтесь к этому. Послушаем первое стихотворение. Как всегда, я даю небольшой кусочек для того, чтобы вы поняли вообще полное звучание этого стихотворения. Потом буду по маленьким элементам разбирать. Это второе стихотворение Поля Верлена. Ну, у Нива. Вы мне говорите, слышите вы или нет. В любом случае, потом будет запись на Ютьюбе. Слышите, скажите, пожалуйста. Вот Ирина, вы мне её пишите. Вы слышите? Какой звук идёт? Как девушка читает? Не буду назвать её имя. Девушка себя сама узнает. Вдруг не захочет, чтобы все знали, что это я её разбираю. Давайте посмотрим. Самое главное, что я хотела бы сказать, что здесь неаккуратно, вот сразу говорю, не буду называть имя, но неаккуратно очень чтение, потому что вот какая-то есть идея того, как стихотворение должно звучать. И вот всё под эту идею почему-то и делается. То есть вот в конце обязательно вот рот какой-то неаккуратный. Сейчас я буду конкретнее показывать. И причём ещё даже есть ошибки. Там, где нужно было «плях» произнести. Плях, пардон. Было произнесено «плях». Когда вы делаете запись, вы её потом сами прослушивайте, пожалуйста, и с текстом сверяйте. То есть вот ошибок в тексте точно не должно быть, потому что всё-таки мы марафон устраиваем, конкурс. Если уже ошибки в тексте, другие моменты уже совсем трудно рассматривать. Начинаем с каждой строчкой. «Иль плях дан мон кёр». Есть паузы. «Иль плях дан мон кёр». По-французски так не будет. «Иль плях дан мон кёр». Вот это должно быть. Всегда вверх такая вот интонация. «Иль плях дан мон кёр». Прям пропевать нужно. Это французский. «Плях сур лавиль». И вот тут «комиль плех сур лавиль». А было произнесено как «плях». И ещё вот я всегда, не всегда понятные какие-то сравнения делаю. Но вот понимаете, когда, например, лезет самолёт, и он проваливается в такую воздушную дыру. И вот точно так же, когда я говорю про тонус во французском языке, он то есть, то вот всё расслабляется. И получается вот этот звук, он падает, он выпадает, вываливается. Не знаю, вот как, чтобы образнее быть. Послушайте сейчас. Сейчас вот тонус есть, потом всё проваливается. Тонус есть, всё проваливается. Давайте сначала посмотрим. И обратите внимание. Во-первых, рубится всё. А во-вторых, произнесено вместо «плех», «плях». А в-третьих, вот эти вот дырочки, вот воздушные, как я их называю, они присутствуют. Давайте ещё раз. «Иль плех дан мон кёр, камэль плех сур лавиль». Вот когда вот так вот, каждая строчка, поэтому я, когда читаю стихотворение, я всегда говорю, что нужно работать через слоги. «Иль плех сур лавиль». Каждый отдельный слог произнесён с одинаковым тонусом. То есть тут не может быть такого, что «иль» как-то я с меньшим усилием произнесу, а потом уже на «плех» всё красиво. Нет, всё должно быть «Иль плех сур лавиль», «Иль плех сур лавиль», и так далее. Дальше. Ну тут было «Лангар», а тут расслабилось у девушки всё, и получилось «Лангар». Это совсем неаккуратно. Когда слушаете своё стихотворение, своё чтение, вы должны проследить за тем, что вы аккуратно читаете. Французский язык аккуратный. Если у вас русское произношение, это потому что вы неаккуратно относитесь ко всем звукам, вы не педантично их произносите, у вас всё расслаблено. Упражнение самое лучшее для того, чтобы научиться по-французски красиво говорить, это сначала обращать внимание, как вы образуете звуки в русском. Вот сейчас я начала обращать внимание на то, как я произношу каждый слог в русском языке, и как я заканчиваю каждое слово и каждую фразу. Вот так попробуйте говорить по-русски, чтобы вы понимали, какой принцип. И то, вот в русском я привыкла уже бубнить и быстро говорить. Всё равно съедается. Но чем больше я буду так говорить, тем вот этот принцип будет больше прививаться и так далее. То есть каждая строчка. Ещё раз послушаем, как вывылез вот этот «Лангар» получился. То есть неаккуратно. То есть вот здесь нет этого тонуса, про который я постоянно говорю. Мы никуда не торопимся. Такое слово красивое. Там и позиции красиво. Оппозиция — это когда рот закрыт, а потом сразу открыть его нужно. Конечно же, рот вообще наиболее активно работает, чем в русском языке. Так мы над этим и работаем с вами, чтобы вы могли это делать. Вот это и нужно всё показать, что вы можете это делать. Тут практически ни в один звук не попало. Всё приблизительно. Вот приблизительности французский язык вообще не допускает. Дю, вот было не «ду», «дю» было, а в «бруи» что-то было, что-то ещё было среднее. Ещё вот слышите вы это или нет? Скажите, пожалуйста, что вы... Я не слышу, если вы вдруг скажете, значит, вам нужно больше слушать. Если вы начнёте уже это дифференцировать, узнавать разницу между «у», «ю» или увидеть, что у кого-то «у» поглубже, у кого-то она поближе к выходу и так далее. Если вы научитесь вот это уже слышать, вы приблизитесь к тому, что вы сами начнёте говорить так. Например, человек, который только начинает изучать язык, он не слышит разницу между носовым, например, «а» и «а» или «э», если носовой тоже. Когда ему объяснишь, как вообще всё это строится, артикулируется, он 10 раз попробует, потом ещё ему даже послушать что-то, он уже, может быть, сам так быстро не может формировать звук, но он, по крайней мере, слышит, как другие произносят и может определить, правильно это или неправильно. Так что, в принципе, полезно слушать иногда и смотреть, как другие произносят, и французов, и нефранцузов, чтобы вот эту тонкость вот этого слуха вырабатывать. Вот эту строчку, посмотрите, когда я говорю «неаккуратно», всё приблизительно, вот вы должны это прям осознать. Ещё раз. «Ду», «ду», вот это вот, да? Дальше. «Сюр-ле-туа», вот это «туа» — это вообще русский язык. «Сюр-ле-туа», «т-те-туа», «сюр-ле-туа» — это впереди произнесено, то есть здесь она русская «сюр-ле-туа», потому что расслаблен, народ ещё раз говорю, то есть так не должно быть. «ПУР-АН-К�ЁР», там открытый звук, потому что это «э» на завоу, по рамках и сануи сан савуи а сануи чем-то лапы и тут что было и он лошадь и лапы о губок о о лошадь и лапы и плеер санрезан танцы керти секер к вам куа это по русски куа не ультра изон куа куа даже на одном звуке на одном слоге можно понять какой-то акцент тут одна я много сейчас исправляю но единственная ошибка такая вот леет мотивом который отсутствие тонуса и отсутствие вот это вот вот этого вытягивания все рубится если уже тонус наладить и вытягивать звуки хорошо то уже будет впечатление стихотворения намного лучше неаккуратно седой седой нет оппозицию покажите все кто будет дальше стихотворение читать покажите что вы можете делать открытые закрытые звуки быстро потому что мы все это сглаживаем лучше помедленнее произнести на все четко но при этом не рубить вытягивая но здесь делала акцент девочка девушка на то что не имеет значения мы делаем ударение акцент на последнее слово на последний даже слог в минимальной лекси и лексической вот это вот единица синтагме и здесь было вообще посередине этот акцент сделан то есть нелогично c'est bien la пире но c'est bien la пире пэн на савуар пурква савуар пурква это то есть нет тонуса абсолютно до савуар пурква савуар пурква санзамуру и санген манка а там до пен опять все это рубится это раз а во вторых тонус отсутствие тонуса тонус в каждом слове есть тонус но не во всех слогах то есть так не должно быть раскритиковала в пух и прах первый человек второй человек слушаем опять даю вам его послу чтобы вдохновились поняли вообще ощущение ваше от прочтения этого стихотворения и дальше разбираю по косточкам послушали ощущение какое-то у вас возникло неплохо мне нравится что есть тонус нет русского такого привычки этой рубить то есть вот это вот протяженность все что я говорил до этого здесь присутствует но звук не выходит звук забит то есть это тихо потому что одной из главных причин почему например вы будучи во франции не все вот кто не очень хорошо пока говорит будучи во франции вы путешествуете и вдруг с кем-то начинаете говорить у нас переспрашивает не потому что вы даже неправильно сказали потому что он вас не услышал у нас до такой степени закрыт рот что звуки просто не выходят и француз любой француженка и так далее она не привыкла такие невнятные звуки слышать и здесь вот не чувствуется этой силы это раз а во-вторых здесь тоже было ударение не туда куда оно должно было быть поставлено сейчас мы посмотрим это по косточкам разбираем вот я на девушку смотрю вы тоже когда слышите очень закрыт рот к произнеси например если бы его и пляда муки вы можете представить что вас прям какая-то река из вас поток этого воздуха вы должны просто открыть все чтобы ничего ему не мешало и и вот это все из вас выходит дальше все вы кстати почему-то мне казалось что это не сложно но вижу что наверное сложно не утром повсеместно что произнести хорошие в не нужно округлять вот так рот а нужно это губно-зубной звук то есть губа вот так вот в вот чтобы вы вилья виль вот такое движение нужно сделать никаких округленных движений тоже будет звук ух это другое и тут этого чуть-чуть не хватило послушайте и вот кэле сет ламбер кэле сет ламбер это одна синтагма и кэле на получилось что у нас ударение на глагол это кэле сет ламбер такого не должно быть кэле сет ламбер и панетра муку тут немножко как трактором по полю потому что опять не было вытягивания в каждом слове есть возможность немножко вытянуть вообще французском там вот так по синусоиде идет и то есть на каждом через слог идет небольшое вытягивание вы можете даже помогать себе рукой во первых вам плавность это поможет поддержать а во вторых осознавать то что где-то нужно тянуть не где-то через слог причем через слог начинается с конца последний и вот так с конца мы отсчитываем но для вас вот так в другом направлении что это за о это рината литвинова нужно о это вот мы удивляемся это глубокое о они даже о-ля-ля как бы послушайте как они говорят то есть это не фране русское о где эти оппозитность округленные три абсолютно разных звук их нужно показать еще раз вот про ели если вам трудно если вот вы прям боитесь какие бывает такое сама у меня очень плохие были раньше звуки сейчас чуть получше но я у меня с дикцией огромные проблемы я постоянно чуть зажевываю так вот если вы боитесь это не нужно быстрее произнести якобы никто не заметит это значит нужно взять пробку это значит нужно взять карандаш и это значит нужно 10 15 20 минут может быть ни один разденье может быть ни один день этот пассаж проработать и только потом уже произносить и вас уже о-бу-и-ду-ду-ля-при не будет никаких сложностей вызывать со сложными моментами нужно работать больше они пытаться от них убежать вот тут сложный момент как-то вот моторика если можно так назвать моторикой называет дикция недоработано и поэтому вот это все как-то съехало послушаем еще раз о бруи тем более у глубоко ду-ду-ля-при такой красивый звук у вообще не слышно было то есть на пар почему-то больше акцент чем на т.р. хотя т.р. главнее нет это был нужно было открыть шерри рот на а нужно было открыть шерри рот там носовой а красивый широкий рот а здесь не открылось ничего не открывается рот вот в общем не открывается рот вот это прямо лейтмотив вот этого стихотворения Лучше здесь КОА Это слишком То есть больше силы Нет силы У не совсем Было напряжено НУЛЬ ТРАЙЗОН ТРАЙЗОН Было смазано Ещё раз Всё с открытым ртом И очень сильное напряжение НУЛЬ ТРАЙЗОН СОУДЕЙ САН РАЙЗОН Всё это как бы сквозь зубы Слышите вы это или нет? Напишите, пожалуйста Я слышу, мне хочется, чтобы вы слышали ЛАПИРА Тут не ПИРА было Неаккуратно Это очень плохо Ещё раз слушаем ПИРА ПЕН Это всё равно, что люди Я иногда удивляюсь Когда песни поют на французском С большой сцены Голос или что-то И совершенно другие слова Вам такого нельзя делать Вы, конечно же, не на первом канале Но вы учите французский У вас есть текст перед глазами Вы уже какие-то у вас базы есть Если написано ПИРО Никак нельзя ни А произнести Ни что-то в этом роде Ни что-то в этом роде СОН СОН Носовой красивый Н, как я говорила чётко Вот на эти моменты Почему обидно? Почему ругаюсь? Потому что на эти моменты Я в разборе обращала внимание Потому что знала, что они будут сложные И не учитаны они здесь Вот там вообще было У моего сердца столько боли И Н не чётко, не звонко И последнее, третье стихотворение У нас осталась девушка Опять даю вам чуть послушать Потом буду разбирать Очень показательно Хорошая интонация Хорошие отдельные звуки Но я думаю, что вы сами заметили Что есть русский акцент Когда вы сейчас это будете слушать И потом Вы должны для себя анализировать В чём заключается русский акцент Здесь у этой девушки Самая большая проблема В том, что все звуки Образованы не в том ряду Объясняю, что такое ряд Вот у нас вот наше горло Там, где звуки образуются Это называется передний ряд Это средний И это вот самый задний, дальний Так вот, во французском языке Всё образуется в передней части рта Практически, кроме звуков Я вам говорила О, носового О, заднего И У Когда я всё вот это вот Тычу себе уже Натёрла, мне кажется Так вот И носовые тут ещё В среднем ряду А остальное всё здесь Даже есть в книгах Что французы Вот не только они Они вот прямо в передней части рта Они себе ещё В преддверии рта Вот прямо Термин такой В преддверии рта Они себе ещё вот дальше Вытягивают губы Уже даже Ближе к выходу Ещё вот после зубов Ещё даже образуют что-то Я вам говорила про упражнение Что вот это вот Когда мы делаем Что вот здесь всё И вот у девушки всё В русском языке Как в русском языке Вот здесь произнесено Вот послушайте меня сейчас Вы, может быть, никогда Если вы фонетикой не занимались Я об этом редко говорю Вот в курсе о фонетике Там я этому много времени Уделила там 100 уроков А в обычных уроках, конечно же Трудно об этом говорить Так вот Сейчас я говорю вам что-то И попробуйте понять Что звук у меня образуется здесь То есть, в принципе, они здесь уже готовенькие Мне и губы поэтому не нужны Всё у меня уже там сформировалось Когда говорит француз Он все звуки переносит вперёд И ещё можно Я иногда говорю Сделайте мне, пожалуйста, оперную певицу Это вот когда немножко голос вперёд И вот как оперные Как опереты Вот они вот вперёд говорят Вот сюда всё выносить нужно Даже на уровне высоты Меняется восприятие И не восприятие Вот продукция звука То есть, вот сюда вы вперёд Всё это выносите И вот так должно быть У девушки всё позади То есть, я бы в данном случае Наверное, рекомендовала Говорить как Плута В Диснее Вот это Эмин Плута Не Плута, а как его зовут Плута зовут А Микки Маус его хозяин зовут То есть, вот Микки Маус говорит Вот так попробуйте И вы уже сразу почувствуете Что у вас всё в передней части рта Или кому что ближе Мне Микки Маус ближе Если вам вы оперу часто слушаете Говорите как оперная певица Но ваша задача Вынести отсюда звук Сюда, вперёд Сейчас мы будем её слушать Я буду её разбирать Но вообще На это я не буду обращать внимание Но это Можно ли назвать это ошибкой Это привычка Разумеется Если сейчас я говорю Всегда вот здесь Смотрите У меня такой Низкий у меня голос достаточно Вот здесь С непривычки Мне будет трудно Пересесть Что называется Звуком На переднюю часть рта Попробуйте это упражнение Поделать Расскажите Все, кто будет записывать себе дальше стихотворение Пожалуйста, обращайте на это внимание Так вот, слушаем И поэтому Вроде бы аккуратно Но По-русски получается То есть каждый звук Он произнесён верно Но они все От друга отделены Это по-русски Прям вот этот тонус Я бы даже сказала Звук какой-то резиновый Такой Плотный Представляете, как я уже говорю У себя зубной пасты Что из вас Вот это Какой-то там Тягучкой Такой вот Как вкусные конфеты Но вот это Не должно обрываться Потому что Как вот В саду Вы стоите И Поливаете сад И вы должны прямо на этот шланг надавить посильнее, чтобы вода дальше пошла. И вот ваш голос – это как вот эта вода. Чуть вы расслабили всё это, получается уже вот всё. Никуда далеко эта строя не уйдёт. Mais bon. «И партер и sur les toits». «Партер» – это было вниз. А мне нужно «партер и sur les toits». «Низ вверх» здесь тоже очень важно. «Пуранкер, кисануи». Всё это вниз. «Пуранкер, кисануи». «Пуранкер, кисануи». «О, лошанг де ла плуи». И всё это здесь. «И плаур сан рэзон». «Паузы». «И плаур сан рэзон». «Дан сэ кэр, кисэ кэр». Даже если делаете большие паузы, можно их делать так, чтобы не возникало ощущение, что вы рубите. Попытайтесь это сделать. «Кэр, кисэ кэр». «Коа? Ню трэйзон». «Коа» – это по-русски. «Коа». «Сэ дэй и сан рэзон». «Паузы, паузы плохие». «Пэн». «Пэн» – это было русское «н». «А нужно н». «Сэ бзян ла пиро пэн». «Н», «н», «н». «Звонкое». «Ар, «пурква?» «Сан замор». «Эсан...» «Ура». «А вот тут нужно было поглубже делать. «Монкер, а тан де пэн». «Тан де пэн». «Тан де пэн». Это вообще русский язык. «Неплохо». «Неплохо». Если бы, опять, я всё разокритиковала. У меня такая задача сегодня, как Баба-яга, я всё критикую. «Задача критиковать» я критикую, выполняю свою работу. В принципе, если, опять же, послушать, красиво человек считает, интонация хорошая. Самое главное, позитивное здесь, это то, что интонация хорошая. Но то, что отсутствует тонус, что паузы не те, вот они всегда вниз здесь, что в другом ряду образован вообще весь звук, не в переднем. И некоторые слова просто неаккуратно произнесены с точки зрения вот именно французских оппозиций, потому что вроде бы слог произнесён, но не хватает открытым звуком открытости, а закрытым звуком закрытости или там округлённости, например. То есть на это нужно обращать внимание. Валя. Так что, в общем, не грустите в любом случае. Если будете грустить, мне будет трудно вас критиковать. Мы это воспринимаем как черестернии к звёздам. Вот мы сейчас идентифицируем всё, что не так. Когда знаешь своего врага в лицо, его можно победить. Вот это наши маленькие враги, над которыми нужно работать. Посмотрите, у нас в Ютубе есть несколько, то не несколько, там, мне кажется, несколько десятков уроков, которые в открытом доступе. То есть у нас много что в закрытом доступе, но в открытом там тоже есть, если вы это всё посмотрите, уже многое что вы осознаете. В Ютубе на нашем канале, там, по-моему, плейлист называется «Фонетика». Занимайтесь ещё стишками, это здесь у нас три стиха, там у нас, по-моему, штук 40 стихов разных. Вам ещё надолго-долго хватит и после марафона. Так что это скоро я выложу. Смотрите, вот этот эфир ещё можете пересмотреть, если вдруг вы не сначала смотрели. И что ещё? Надеюсь, что сегодня чуть попозже, уже, наверное, поближе к ночи, я попробую ещё три стихотворения разобрать, последние три. Если вдруг вы ещё их не сделали, у вас будет возможность их записать уже после просмотра моего, моей критики. Я чувствую себя, была какая-то передача, где на кухне мужик на всех орал. У меня такая же ситуация, я чувствую себя очень злодейкой-злодейкой. У него до скорого, в общем, пищу к размышлению вам дала. До скорого, увидимся.